Пятая рецептура. Важное замечание, чтобы сохранить в полынных рецептах больше биологически активных веществ, которые улетучиваются и разрушаются от кипячения, используйте настойки, а не отвары. Не кипятите полынное сырье, а заливайте его в термосе кипятком, чтобы все там томилось и все оставалось. Противопаразитарное лечение полынью. Добрались. Биотерапевт Афанасьев рекомендует с помощью полыни производит тотальное, это мое слово, очищение организма от простейших микроорганизмов. Одноклеточных жгутиковых, гемолитического стафилокока, протеуса, кошачьих лямблей. Фу, какая зараза. Трихомонад и так далее, которые нарушают обмен веществ в организме, ведут к воспалению тонкого кишечника. Разнообразным болезням печени и желчных путей, воспаление тонкого кишечника, разнообразные боления печени и желчных пузы очень и очень распространены. И мы даже не обращаем на них внимания. Ах, что-то там заболело, ах, что-то такое. А это там и есть. Кожным заболеванием, диетез, аллергия, крапивница, экзема, псориаз и так далее. Разнообразным простудным заболеванием с выделением слизи из носа, из глотки. Как показала практика, организм большинства людей заражен этой гноеродной инфекцией из-за неправильного питания, образа жизни. Поэтому регулярный прием отваров полыни, спринцевание ею весьма действенная процедура, которую необходимо регулярно выполнять. А сам горький вкус стимулирует нашу жизнедеятельность, дает прекрасный тонус. Вкус кофе, дым сигареты, жгучесть алкоголя – это разновидности горького вкуса, горького жгучего вкуса, которыми приучило человечество себя стимулировать, а заодно и разрушать. Отвар и настойка полыни – проверенное веками средство, дающее столько чудесных благ. Недаром по-латыни назвали ее «Артемзи» в честь знаменитой богини Артемиды, открывающей многие целебные свойства трав. Полынь горька и ядовита, поэтому эффективна от паразитов, начиная от разного рода листов и кончая трихомонадами, хламидиями, герпес. Но я бы не сказал, что слишком на герпес она влияет. Грибки кандита, лямбли и хинококи. Я бы так по секрету скажу, здесь керосин получше будет проверено. На курс требуется 10 граммов сухой полыни. Сухую полынь протереть руками и просеять через дуршлаг. Просеянная пойдет для приема внутрь, а не просеянная на приготовление напара для клизм, спинцевания, закапывания глаза, уши, нос или полоскания рта. Прием порошка сухой полыни травы рекомендуется для того, чтобы она прошла через весь ЖКТ. То есть не отвар, а именно порошок, а рта до ануса. И оказывала действие на всем протяжении и во всех его закоулках. Помните, я вам указывал, что существуют слизистые пробки, в которых гнездятся глисты. Слизистые пробки защищают... Слизистые пробки это колонии грибков, которые защищают глистов внутри. Так вот, когда мы вот это вот все это принимаем, принимаем в сухом виде, в конце концов вся эта пробка пропитывается полынью, пропитывается тмином, пропитывается сухой противопаразитавной травой и начинает работать. Не сразу, через месяц, через два, возможно через полгода, а то и более, но будет. Видите, как долго это все надо делать? Потихонечку, но планомерно. Прием полынного настоя чая окажет свое действие лишь в желудке и 12-перстной кишке. В начале тонкого кишечника, где он сосется в кровь, до толстого кишечника, где имеются свои расстройства и паразиты, он не доходит. Туда доходит именно вот эта вот трава, которая идет. Курс лечения горькой полыни выглядит так. Первые три дня каждые 2-2,5 часа принимать по щепотке сухой полыни, независимо от приема пищи. Щепотку, не самую маленькую, положить в рот, смочить слюной и проглотить, запивая воду. Если слишком горько, то закатать в хлебный мякиш и проглотить. Важно, чтобы перерывы между приемами полыни не превышали 2,5 часа. Первые 3 дня полынь принимают и ночью, следующие 4 принимают 5-6 раз в день. В течение всех 7 дней каждый вечер рекомендуют делать полынные клизмы, микроклизмочки. А женщинам шпинцевание. Делать это серьезно, не быстро. Так, не думайте, что так. Трах-бах и все там у вас. Для этого чайную ложку сверху полыни заливают литром кипятка и наставят под крышкой, пока вода не остынет примерно до 40 градусов Цельсия. Затем процедить 100 грамм настой, отлить, а из оставшихся 900 грамм сделать теплую клизму. Перед сном сделать микроклизму 50 грамм настоя из 100 отлитых и оставить на ночь. Позывов не будет. Она всосется в прямой кишке и окажет свое полезное действие на область нижнего таза и далее на печень. Оставшимися 50 граммами женщины орошают влагалище, а мужчины могут промыть уретру, почевой канал. Температура отвара равна температуре тела. Процедуры выполнять без перерыва 7 дней подряд. Влагалищное испанцевание рекомендуется проводить в ванной комнате, подняв таз поза полуберезки. Стоять в таком положении 5-10 минут. При серьезной влагалищной инфекции можно ставить тампоны с полынью на всю ночь. Промывают уретру так. Одной рукой прижимают края мочеиспускательного канала к наконечнику, чтобы вода не выходила. А другой плавно выжимают содержимое шпинцовки. Отвар может пройти до самого мочевого пузыря и бояться этого не надо. Зато при застарелом или скрытом простатите или оретрите на 3-4 день начинается выход гноя, что наглядно показывает назревшую необходимость этой процедуры. Дополнительно при насморке или склонности к простудам полынный отвар закапывают несколько раз в день по 7-10 капель в каждую ноздрю. В течение 7 дней полынного лечения соблюдают строгую диету. Абсолютно исключить животную и рыбную пищу, молочные продукты, яйца, кондитерские изделия. Не пить спиртное, не курить. Есть овощи, фрукты, орехи, крупы, растительное масло. Хлеб ограничить до 200 граммов за прием. Причем есть не свежий, а подсушенный. Без диеты это лечение будет не так эффективно, как с ним. Возможно слабость и поочередно обострение всех имеющихся или скрытых болезней. Может на некоторое время заболеть в боку или в суставах. Это говорит о глубоком очищении. Могут выходить желчные и мочевые камни, если они имелись. Будьте готовы к такому повороту дела и запаситесь сосудорасширяющими средствами. Выпейте две таблетки НОЖПА и таблетку ПАПАВЕРИНА. Если мочеполовая инфекция проявляется и не проходит до окончания курса, продолжать спринцеваться утром и вечером до прекращения всех признаков. Для профилактики можно проводить курс лечения полынью два раза в год, осенью и весной. Детям рекомендуют цитварную полынь. Она без горечи, но тем не менее действует. Замечено, что даже миомы могут рассосаться после месячного лечения полынью. Беременным женщинам прием полыни противопоказан. Может быть аборт. При передозировке полынь может вызвать рвоту, головокружение. На время прекратить и все пройдет само. Для возбуждения аппетита и изгнания остриц. Это острицы вид мелких круглых листов. Рекомендуют принимать порошок из листьев полыни 3 грамма. Порошок корня солодки 2 грамма. Порошок аниса зеленого 0,5 грамма. Все порошки смешивают, делят на 3 части и выпивают в течение дня. Заедая мякотью чернослива. Курс лечения от 5 до 10 дней. Как я уже ранее говорил, порошок травы против листов действует лучше, чем настой или твар. Потому что заполняет собой весь пищеварительный тракт. А многие виды листов живут в нижних отделах кишечника. При простудных заболеваниях настой полыни применяется для полоскания горла и носа. Эта процедура значительно облегчает течение заболевания. Настой готовят так. 2 столовые ложки сухой измельченной травы. Полыни горькой залить стаканами кипята в термосе со стеклянной колбой. Ночь настоять. Этот же настой принимают по 2-3 столовые ложки. Три раза в день за 30 минут до еды. Как успокаивающее при родах и как абортивное средство. А также при эрозии шейки матки им рекомендуют шпринцеваться. При диспепсиях, желудочных болях и спазмах, болезнях печени, желчного пузыря и малокровии, бессонницы. И для выведения круглых листов пьют настой травы полыни горькой. Одну часть сухой травы в термосе заливают 10 частями воды. Ночь настаивать по столовой ложке три раза в день до еды. Подчеркну, для выведения листов лучше применять траву в сухом виде, заворачивая ее в хлебный мякиш. Наружно этот же настой используют для полоскания полости рта, уничтожая дурной запах. А также наружно при обмывании кожных покровов, примочек и компрессов при ушибах, при пухлостях, гнойных ранах и язвах, дурном запахе из половых органов. При печеночных коликах рекомендуется принимать по три стакана отвара из следующего сбора. Трава полыни горькая, листья шалфея и ягоды можжевельника. Все компоненты берут поровну и смешивают. Две столовые ложки сбора заливают пол-литра воды. Кипятят 10 минут на медленном огне, процеживают. Долить еще пол-литра кипяченой воды. Курс до прекращения колик. Вместо приготовления отвара лучше приготовить настой, сбор. Две столовые ложки поместить в термос и сразу залить литром кипятка. Ночь настоять. При болезнях печени, желудка, мочевыводящих путей и почек применяют сироп полыни горький. Приготовление его описано выше. Применяют полынный сироп по одной десятной ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс не более 2-3 недель. Через месяц можно повторить. Чтобы избавиться от метеоризма, который вызывается размножением вредной бактериальной микрофлоры, атонических запоров, это когда слабина, просто слабый человек, и он не может, его кишечник сокращаться. Пьют настой полыни горькой по 1-2 столовых ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. При бессоннице рекомендуют свежую траву полыни горькой класть под голову и обертывать голову полотенцем, смоченным ее настоем. Акушерство к гинекологиям. Полынь считается женской травой и потому широко применяется в акушерстве и гинекологии. Настой полыни горькой рекомендуют пить по столовой ложке 3 раза в день при анеморее, то есть длительном отсутствии менструации, дисменореи, циклических болезнетворных процессов, при котором в дни менструации появляются выраженные боли внизу живота. Для усиления родовых схваток, а также для снятия болей при трудных родах полынь применяют в той же дозировке. При токсикозах беременности, а также в климактерические периоды, женщинам рекомендуют настой полыни горькой в обычной дозировке 1-2 столовые ложки 3 раза в день за полчаса до еды. При сальпингите, это воспаление маточных труб, возникает при распространении болезнетворной микрофлоры из полости матки или из других органов с током крови. Берут 100 грамм косточек желтых сортов черешни, 2 столовые ложки измягченных корней половины горькой, половина ложки сухого белого вина и литр воды. Все смешивают и варят на малом огне, пока не останется половина. Принимают по 75 грамм через 2 часа после еды за 5 дней до начала менструации и в течение 5 дней после ее окончания. При болях в области малого таза, инфекционного характера берут по 3 столовые ложки измельченной травы полыни горькой и коры ивы белой. Заливают литром сухого виноградного вина, доводят до кипения и варят 5 минут. Принимают по 150 грамм 3 раза в день до еды. Перед сном рекомендуют лежать с грелкой 30 минут. Онкология. При раке желудка и прямой кишки и матке рекомендуют пить настой корня полыни горькой, 2 столовые ложки сухого измельченного корня, залить стаканом кипятка в термосе со стеклянной колбой. Ночь настоять. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за 20-30 минут до еды. При раке прямой кишки или матки дополнительно рекомендуют делать микроклизмы и спринцевание. Используя тот же настой, только стакан настоя, разбавляя от кипяченой водой, доводя объем до литра. Микроклизмы и спринцевание делать через каждые 2-3 часа первые 2-3 дня. Потом реже, исходя из самочувствия и контроля. Спиртовые настойки из полыни горькой. Готовят из высушенной мелко нарезанной травы на 70 градусном спирте в соотношении 1 к 5. И наставят 21 день в темном месте. Процеживают. Хранят в темном месте. Принимать по 25 грамм раз в день. Используют при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Хорошо избавляют от бессонницы. Рекомендуется также для повышения аппетита после перенесенных истощающих заболеваний. Упаренный спиртовый настой полыни в народной медицине принимают как противоопухолевое средство при раке матки и желудка. Пьют с водой по 20-25 капель 3 раза в день перед едой. Полынная водка. В литровую банку выливаем качественную водку и добавляем столовую ложку цветов полыни, 2 ложки меда, чайную ложку корицы и столько же измельченной цедры лимона. Плотно закрываем крышкой и наставим в темном месте 3 недели, периодически взбалтывая. Далее фильтруем и храним в обычной бутылке. Используем как и спиртовый полынный настой. Апсент. Несколько слов об этом полынном напитке. Я грешным делом думал, что эта водка настойна на полыни. Увы, в составе конечного спиртового напитка, крепость от 55 до 85 градусов, входит также ромашка, фенхель, вероника, кориандр, эссоп, корень петрушки, мелиса, шпинат и другие травы. Популярность абсент приобрел во время французских колониальных войн в Северной Африке, которые начались в 1830 году и длились лет 20. Французским военным выдавали абсент для профилактики малярии, дизентерии и других болезней, а также для дезинфекции питьевой воды. Наличие в спирте столь большого количества душистых трав вызывает у человека его принявшего галлюцинации. Эти галлюцинации, в зависимости от мировоззрения человека, бывают фантастические или агрессивные. По этой причине он имеет вид зеленой феи или ведьмы. И, кстати, так как там много душистых трав, эти травы разрушают семя и делают мужчин, принимающих абсент более-менее продолжительно, бесплодными. Бородалки можно свести, если ежедневно смачивать их крепким настоем полыни или ее сока. Для этого лучше смочить кусочек марлечки, приложить его к бородалке и закрепить. В течение дня так повторять несколько раз, 4-6, пока она не исчезнет. Для сброса лишнего веса, а также для скорейшего восстановления после тяжелых болезней, больным дают пить настой или отвар полыни горькой в обычной дозировке. Пигменты старения. Установлено, что с годами в тканях накапливается особый пигмент старения, коричневые пятна. Уменьшить его отложение можно, насытив организм горечами. Известны травы-восстановители, выводящие этот пигмент наружу, укрепляющие силу мышц и нервной системы, улучшающие эффективность отдыха. Это, смотрите какие травы, девесил, крапива, лопух, одуванчик, батарожек и, конечно же, полынь горькая. Есть интересный рецепт для снятия усталости ног. Смешать толченую свежую траву полыни горькой с простоквашей, пригоршню толченой полыни с цветами, на пол-литра простокваши, нанести смесь на марлю или шерстяную ткань, чтобы она не стекала, и приложить к ногам. Сверху закрепить целлофаном. Лечь и полежать полчаса. После снять и обмыть ноги водой комнатной температуры. Подходит этот рецепт и для лечения варикозного расширения вен. В этом случае ткань прикладывают там, где вены наиболее сильно расширены. Все остальное также. В кулинарии используют только молодые листья верхушек полыни, собранные до цветения в стадии бутонизации растения вместе с бутонами и высушенные в тени. Применять порошок полыни в сухом виде при приготовлении мяса, непосредственно добавляя в него в виде порошка на кончике ножа за 1-2 минуты до готовности. Для изготовления маринада, в котором выдерживают мясо перед жарением или тушением, сухую полынь в листьях помещают в марлевый мешочек, чтобы они не прилипли к мясу и кладут в маринад. Горечь полыни возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, нормализует кислотность желудочного сока. Поэтому полынь, например, там таврическая, является излюбленной пряностью на Кавказе. И приправы из нее любил сам Иосиф Сталин. Кстати, газированный напиток тархун ярко-зеленого цвета изготовлен из полыни. При достережении полынь ядовитое растение, поэтому чрезмерно длительное применение и передозировка полыни может вызвать отравление. А в тяжелых случаях еще и сопровождаться галлюцинациями и судорогами. Поэтому между курсами приема полыни горькой следует делать перерыв до 2 месяцев. Нельзя злоупотреблять полынью при малокровии, при язвенной болезни. Противопоказан прием полыни горькой при беременности. Она абортивное средство. Длительное употребление полынных настоек высушивает семя, нарушает менструальный цикл и приводит к полынной эпилепсии. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok